Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающей интеллигенции нашего города. И тема сегодняшней передачи – робототехника в образовании. К чему готовят наших детей? Гость сегодняшней программы – Колесников Константин Орехстархович, кандидат педагогических наук, директор Института проектирования инновационных моделей образования и член Вятского интеллектуального клуба. Добрый день. Константин Орехстархович, прежде чем говорить о робототехнике и тем более о роботехническом образовании, давайте проясним некоторые понятия. И прежде всего хотелось бы понять, что сегодня означают такие слова, как робот, как робототехника. Насколько современное понятие слова робот отличается от того, что понимал подроботами автор этого термина – Карл Чапек? Ну, мне кажется, что Карл Чапек, когда этот термин ввел, по сути дела, в лексикон, он предполагал, что это какое-то похожее на человека устройство, которое может повторять действия человека. Но сегодня мы видим, что внешний вид этих устройств совершенно порой не похож на человека, и выполняют они самые разнообразные операции, которые, может быть, человек и не думал когда-то выполнять. То есть это некие механизированные устройства, которые работают по заданному алгоритму. Именно механизмы? Ну, да. То есть можно говорить о более широком понятии автоматы. То есть это, так сказать, устройство, которое, в принципе, работает по заданной программе, по заданному какому-то сценарию. Но робот все-таки это то, что создает механическую работу. То есть вот это слово «работа» в физике все-таки означает произведение силы на перемещение. Если нет силы или нет перемещения, то и работы нет. Мы порой говорим, что мы работаем, сейчас с вами сидим, беседуем, вроде как работа, да. Но с точки зрения физики мы бездельничаем, потому что мы никакой силы не прикладываем, никаких перемещений не совершаем. Ну, можно поспорить, но пока не об этом. А чем тогда роботы отличаются от механизмов и автоматов? То есть вы, собственно, сказали, что это вот механизмы и автоматы. Да, они отличаются именно своей программой. То есть если механизм, известен еще со времен Архимеда, мог тоже выполнять какие-то действия, но без человека он эти действия выполнять не мог, необходима какая-то была внешняя сила, которая этим механизмом управляет и заставляет его двигаться. Автоматы выполняют однообразные рутинные процессы, и заложенные в них как бы сценарий их работы изменить нельзя, а роботы позволяют, скажем так, реагировать на окружающий мир и менять свои действия в зависимости от ситуации. Перепрограммировать робота, задать ему какие-то другие действия гораздо проще, чем это сделать для автомата. Автомат надо полностью разобрать и перенастроить, а у робота достаточно сменить программу. Но человек-то все-таки присутствует. При работе робота человек может не присутствовать в принципе, он присутствует на моменте создания этого устройства и его программирования. Хорошо. Тогда объясните мне, о чем отличаются интеллектуальные системы? То есть робот это интеллектуальное существо? Можно ли его существом назвать? Это интеллектуальный механизм или не интеллектуальный? Это интеллектуальный механизм, да. То есть единственное, что, опять же, вот можно, конечно, терминологически здесь и спорить даже, и специалисты имеют разные точки зрения на этот счет. Но вот мое понимание, что автомат это более широкое представление, и если существует, ну, говорят, допустим, голосовые роботы, то есть вы звоните куда-то, вам говорят, если хотите прослушать это, нажмите единичку, и вы нажимаете единичку, если хотите прослушать двоечку, прослушать что-то другое, нажмите двоечку. Вот вроде как робот, но на самом деле это не робот, это автомат, который работает как алгоритм в виртуальном пространстве. Он не совершает никаких действий, механических операций он никаких не совершает. То есть робот не обязан быть интеллектуальным существом, хотя это интеллектуальная система? Прежде всего, я думаю, что все-таки сейчас речь идет о том, что если это не интеллектуальная система, то роботам уже скоро ее тоже назвать будет невозможно. То есть это прежде всего стремление к интеллектуализации, к возможности реагировать на обстоятельства и самому даже подстраивать свои программы, самообучаться. Почему спрашиваю? Вы сказали, что прежде всего роботы должны выполнять механическую работу. Конечно. А если они станут вот такими интеллектуальными системами, как мы сейчас говорим, искусственный интеллект, то тогда, возможно, они будут выполнять не интеллектуальную работу, вернее, не механическую работу, а интеллектуальную как раз. Но в какой-то степени мы идем к тому, что робот может начать сам ставить себе задачи. И в зависимости от обстоятельств окружающей среды, эта программа может давать ему инструкции, давать ему команды, выполнять те или иные действия. То есть в какой-то степени мы движемся к интеллектуальным роботам, которые могут принимать решения. Ну, хорошо. Будем считать, что мы прояснили первоначально, в всяком случае, в таком начальном этапе понятие робот. Но вот почему сегодня, как вы считаете, как специалист, в общем-то наблюдается бум на робототехническое образование детей, масса кружков, как в школах, так и в сфере дополнительного образования. Правильно ли усиленно обучать детей пользованию роботами? Может быть, надо больше уделять внимание физике, химии, биологии. А у нас в ряде школ заменили изучение этих дисциплин каким-то электрическим предметом, как естествознание. Вот у меня дочь в свое время именно обучалась и сознанию вместо физики, биологии и химии, чему я был очень недоволен. Потому что вот я понимаю, что у нее очень поверхностный взгляд на устройство мира, на природу, которые существенно отличаются от моих познаний. А я бы хотел, чтобы она, в общем-то, знала больше меня в этом направлении. Да, мы, наверное, все хотим, чтобы фундаментальные знания были в большей степени представлены в школьном курсе. И то, что теряется, где-то размывается авторитет таких серьезных наук, как физика, химия, биология, это, конечно, порой печально. Когда дети до девятого класса изучают этот предмет, некий цикл проходит, общее представление о строении мира получают, но углубления в десятом-одиннадцатом классе не происходит. И этот общий курс естествознания, конечно, не способен заместить фундаментальные, основные курсы физики, химии, биологии, географии. Что здесь являются причиной? Причиной является, мне кажется, то, что на сегодняшний день мир, несмотря на то, что мы говорим, что он очень усложнился, где-то в какой-то мере он и упростился. То есть для того, чтобы выполнить ту или иную операцию, нам не нужно задумываться о том, как устроена та или иная конструкция, каким образом работает тот или иной аппарат. Нам достаточно знать, какую кнопку нажать и куда отнести в ремонт. То есть до недавнего времени многие пользователи автомобилей, автомобилисты самостоятельно чинили свои автомобильные средства. Я помню, когда начинал владеть автомобилем старенький москвич, мы с отцом разбирали и собирали, и сами что-то там пытались ремонтировать, я представляю, как выглядит карбюратор. Но сегодня заглядывать под капот нет необходимости. И как устроена эта штука, многие даже и не догадываются. То же самое с техникой телевизоры, компьютеры. Как хранится информация на этой флешке? Откуда там берется возможность сохранить информацию? Это, к сожалению, остается за кадром. И вот это противоречие, то, что надо бы освоить фундаментальные представления, и с тем, что это вроде бы и не нужно в жизни, в жизни достаточно просто иметь общее представление о тех вещах, которыми мы пользуемся, вот это противоречие, оно на сегодняшний день является ключевым, и оно до сих пор не дает нам возможности как-то правильно сориентировать систему образования, как мне кажется. Ну, да, вы немножко ушли в сторону от моего вопроса, но очень как бы верно, потому что такой подобный вопрос у меня тоже был, о том, нужно ли нам вернуться сегодня к принципам политехнического образования, который, в общем-то, в советской школе был распространен. И вот вы говорили там о том, что вы, допустим, знаете, как выглядит карбюратор и так далее. Ну, вот согласитесь, мы где-то с вами жили, ну, примерно в одинаковую эпоху, и дети, ну, лично я, знал, как устроена доменная печь, двигатель внутреннего сгорания, телефонная связь, не сотовая, конечно, вот такая обычно проводная, ламповые телевизоры, помню, изучали в курсе физики. А сегодняшний школьник разве он знает, как устроен, ну, допустим, сенсорный экран телефона или как работает плазменный телевизор. Вот к чему мы идем-то, то есть, и вообще, как этого избежать? А может быть, этого не надо избегать? Может быть, все правильно? Ну, вот это на самом деле очень вопрос неоднозначный, дискуссионный, то есть, что должен получить ребенок по окончании школы, с каким багажом знаний и компетенции он должен выйти, и что он должен уметь делать, и что он должен знать. Это вопрос, который вряд ли имеет однозначный ответ. Но я склоняюсь к тому, что, конечно, хорошо бы представлять, как выглядит вообще все, и как работают основные наши устройства, которыми мы пользуемся. Мы говорим сотовая связь, а как работает сотовая связь? Действительно, спроси любого школьника, и вряд ли мы получим какой-то внятный ответ. То есть, есть какая-то магия, вот у меня в руке смартфон, и он умеет все. И вот эта магия, не понимая сути процессов, происходящих внутри этого устройства, конечно, не делает человека полностью образованным. Что касается робототехники, о которой мы начали говорить, это... Да, давайте я напомню, что я говорил о том, что сегодня наблюдается бум робототехнического образования, много кружков и так далее. Вот. И с чем он связан? Он связан, на самом деле, вряд ли с тем, что родители пытаются восполнить недостаток образования физики, а с тем, что это некое интересное дело, которое может увлечь ребенка. Вот. Мы все прошли в своем детстве, наверняка, большинство, по крайней мере, из нас, через различные кружки технического творчества. Мы строили корабли, мы строили самолеты, мы пытались, значит, что-то проектировать, моделировать, не называя, может быть, даже эти слова, но, тем не менее, это делая. Сегодня эта возможность, скажем так, гораздо сузилась, и найти в городе кружок, где тебя научат делать самолеты, ну, наверное, это достаточно сложная, так сказать, задача. А вот робототехника, появившаяся совсем недавно на нашем поле образовательном, она как раз дает возможность ребенку попробовать себя в таком конструировании. Причем это конструирование достаточно оказываться простым, то есть достаточно соединить определенным образом определенные детали, уже заранее подготовленные, определенным образом собрать конструкцию, которая будет выполнять те или иные задачи. И, конечно, ребенка это очень увлекает. Увлекает создать машину, которая поедет, увлекает создать какой-то метатель снарядов, который будет выполнять определенные функции. То есть вот эта возможность увлечь ребенка техническими, какими-то конструкторскими задачами, это как раз оказалось очень востребовано. И кружки робототехники сегодня появляются и появляются. То есть можно ли сказать, что это некая замена вот тем техническим кружкам, которые проходили мы? Вот вы сегодня сказали, и точно я и корабли строил, и самолеты делал, и было интересно? Было интересно. И на самом деле это тоже есть возможность сейчас вот на этой новой современной базе постараться поднять интерес у детей, а дальше перейти и к более сложному творчеству. Не обязательно это будут соединения готовых деталей, это могут быть созданные детали, это могут быть детали, напечатанные на 3D-принтерах, это детали, которые вырезаны из фанеры, из пенопласта, еще из чего-то. То есть дальнейшее творчество, оно уже очень сильно расширяет эту сферу. Но вот начало погружения, когда ребенок 7-8 лет приходит в этот кружок и начинает заниматься робототехникой, конечно, его очень увлекает вот эта сама внешняя обстановка. Собственно, в этом и проблема, и озадаченность, ну, нашего, как педагогического сообщества, то, что, а будут ли дети потом заниматься инженерным творчеством, захотят ли они перейти в эту стезю, может быть, они поиграют, поиграют, и это только останется на уровне игры, и ничего другого не узнают, и здесь-то не продвинутся. Игрушки же это, и игрушки-то основаны на чем? Вот, между прочим, тоже проблема. Сегодня образовательная программа в области робототехники почти полностью базируется вокруг конструктора Лего. Ну, вам-то это известно, конечно. Откуда такой протекционизм, по-другому не сказать, в отношении коммерческой компании, изданий? Ну, вот, будут ли наши дети воспринимать такую робототехнику серьезно, когда они видят с детства как раз вот эти наборы Лего, как игрушки? То есть, вот объясните. Ну, это, на самом деле, хороший переход от одного вида деятельности к другому. То есть, ребенок, который до школы, основным видом деятельности у него является игра, и он играет с этими кубиками, он играет с этими Лего-деталями, сумеет собрать какие-то простейшие вещи, которые еще не являются, естественно, роботами, это просто какая-то конструкция. А потом он переходит в школьный возраст, у него меняется вид деятельности основной, учебная деятельность становится постепенно основным видом деятельности. И он понимает, что он использует похожие элементы, он использует похожие действия. И вот этот переход от игровой деятельности к учебной деятельности происходит более плавно. То есть, это не то, что там вот сегодня ты занимался кубиками, завтра у тебя все кубики отобрали, и дали тебе что-то совершенно другое, совершенно незнакомое. То есть, переход осуществляется хорошо. Что же касается именно компании Лего, ну, так сложилось, что эта компания создала достаточно мощную инфраструктуру и достаточно хорошую методическую поддержку для всех своих продуктов. Вот мы в свое время анализировали десятки разных робототехнических наборов, писали книжки, поэтому даже, так сказать, описания делали разных конструкций. Это были и Хуна, и Мейкблок, и Фишертехник, и Роба-Роба, и много-много разных других конструкций. Но так сложилось, что каждый из этих наборов является каким-то своего рода либо тупиковым, то есть, дальше нет развития, либо достаточно дорогостоящим, что тоже оказывается большим препятствием. Поэтому Лего вышла на рынок, заняла очень хорошую нишу. Но проблема в том, что мы не можем, к сожалению, почему-то противопоставить этому конструктору какую-то отечественную разработку. Вот это удивляет. Так в этом ведь и проблема, я об этом, может быть, и говорю, что вот в условиях сегодняшних санкций это западная компания, на разработках этой западной компании наше будущее, дети — это наше будущее, они на всем этом, так сказать, развиваются, они в любой момент могут из России уйти и забрать все свои разработки методические и с чем мы останемся. Есть ли сегодня у России какие-то разработки, которые по своему качеству хотя бы в ближайшем будущем могли бы противостоять засилию Лего? Ну вот могу, к сожалению, сказать, что такой равносильной замены этой линейки конструкторов, этой линейки робототехнических каких-то устройств я, к сожалению, не вижу. То есть есть отдельные российские организации, которые пытаются разработать какие-то собственные продукты, но эти собственные продукты оказываются конкурентно, скажем так, менее сильные. То есть, скорее всего, здесь необходима какая-то государственная программа, которая позволила бы это сделать достаточно масштабно и провести определенную экспансию, чтобы этот рынок был заполнен. Потому что вот сегодня, что я очень, кстати, приветствую, появляются всевозможные кванториумы, точки роста, то есть центры, где инженерно-техническое образование, не только связанное с робототехникой, это и трехмерная печать, это и какие-то связанные с программированием процессы, вот, они очень активно сейчас предлагаются. И государство взяло на себя эту функцию и очень здорово открывает подобного рода центры. Но оснащение этих центров по-прежнему происходит вот тем оборудованием, которое мы имеем. И заместить его, к сожалению, пока не получается. Было бы очень здорово, если бы наши конструкторы смогли создать что-то такое, что, ну, по крайней мере, у нас ведь нет задачи там вытеснить или заместить и так далее. У нас есть задача, мне кажется, дать большее поле возможностей, большее разнообразие. Какие-то новые архитектурные решения, которые на сегодняшний день еще отсутствуют, но вот к завтрашнему дню они уже будут очень актуальны. Вот об этом завтрашнем дне, о том, с чего мы начали с вами, да, интеллектуальные роботы, которые сами могут себя программировать, которые сами могут создавать себе программы, которые, ориентируясь на внешнюю среду, могут корректировать свои действия. Вот эта перспектива, она вроде бы и чувствуется, и вроде бы есть, но, к сожалению, каких-то серьезных разработок, которые вот уже в массовом производстве, мне неизвестно. Ну, может быть, еще проблема и в том, что современная школа, она изучает, скажем так, классические знания, классические, то есть несовременные, то есть вот не то, что находится на острие ножа, как говорится, да, то есть временной лаг отставания, ну, по моим прикидкам, составляет где-то от 25 до 10 и даже более лет, но вот именно не свежее, чем знания прошлого века, получается, сегодняшние школьники изучают, то есть они не изучают последних разработок. Вот. Это нормально или нет вообще для школы? Если мы не учим детей современным знанием, то для чего вообще мы учим детей? Может быть, им достаточно письма, чтения, арифметики? Я почему обращаю на это внимание? Потому что всем известна финская система образования, которая одно время считалась вообще лучшей в мире и так далее. Они-то как раз выходят и изучают, не на уроках изучают, они идут в мир, они идут на эти производства, они идут, не знаю, в кафе, смотрят, как там эти жарятся блины или котлеты, то есть вот они смотрят прямо вот, чем человек занимается, они это на производстве, в быту все это изучают и смотрят. Вот. И это современное знание. Но я как бы утрирую немножко, то есть я не специалист по финской системе, но читал несколько статей. Ну, здесь, как всегда, нужен какой-то баланс, то есть нельзя оторваться от фундамента и, не понимая базовых принципов, начать рассуждать о каких-то высоких материях. Но, с другой стороны, и, наверное, сегодня нельзя остановиться на только каких-то базовых вещах. То есть, ну, замечательно, там, выучили мы законы Ньютона, там, закон Ома запомнили, еще что-то. Что это нам дает? То есть научились решать какие-то базовые задачи. Я просто сейчас говорю конкретно о физике, но это можно применить и к другим предметам. Вот. Что-то узнали. Каким-то образом это отвлеченно для себя представили. Но выйти в окружающий мир и увидеть, как работают эти законы, ну, не каждый далеко ребенок может вот этот шаг сделать. У нас в свое время шла очень большая дискуссия по поводу образовательных стандартов. И та, скажем, эпоха образовательных стандартов, которая критиковалась, которая содержала какие-то конкретные фактические знания, факты, которые необходимо ребенку изучить, вот, это было подвергнуто сомнению и сказано, что надо расширять это пространство возможностей и надо давать учителю больше свободы, дать ему больше ресурсов для того, чтобы вот как раз то, о чем мы с вами говорим, можно было изучить и те современные технические устройства или обсудить какие-то новые, скажем, открытия в области биологии, химии и так далее. Но замкнулось все вот на чем. Появился единый государственный экзамен, в котором достаточно четко представлено то содержание, которое, ну, условно говоря, спросят после школы. И любой здравомыслящий учитель, естественно, ориентируется на этот единый государственный экзамен как на стандарт. И если в экзамене есть вот эта задача, которая будет представлена и которой ребенок должен научиться решать, он, конечно, все силы потратит на то, чтобы научить ребенка решать эти задачи. И разрыв между стандартом и между экзаменом, конечно, был достаточно большой. А между ними еще была пропасть в виде учебника. Учебник не соответствовал ни программе, ни ИГО. И в итоге появилась очень странная ситуация, когда дело декларативно заявляется, что мы формируем метапредметные знания, компетенции, мы формируем личностные качества ученика, а по факту мы решаем задачи на применение конкретных формул. И эти конкретные формулы, применяя, мы выходим на единый государственный экзамен и все замечательно. Поэтому вот эта проблема, так сказать, она и сегодня, к сожалению, не решена. И когда она будет решена, и как она будет решена, к сожалению, непонятно. Хорошо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума-Палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-Палата. И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Работотехника в образовании. К чему готовят наших детей». Гость программы – Колесников Константин Аристархович, кандидат педагогических наук, директор Института проектирования инновационных моделей образования и член Градского интеллектуального клуба. Константин Аристархович, вот еще немножко сместимся в сторону и хотелось бы поговорить о цифровизации. Такой термин, о котором сегодня много говорят. Что такое цифровизация простыми словами? И надо ли ее везде и всюду внедрять? Насколько я понимаю, что робототехника и цифровизация очень тут рядышком идут, поэтому и вопрос такой. И вообще, насколько оправданно экономически и практически вот такое повсеместное внедрение цифровизации, робототехники? Так ли уж вообще нам необходима вот эта избыточная, во-первых, опека людей, всякие механизмы, а во-вторых, избыточная информация, которую сегодня можно получить при помощи метаданных и так далее? Ну, начну с того, что человек, как существо ленивое по природе, всегда стремился облегчить себе жизнь, начиная с рычага Архимеда, пытаясь поднимать более тяжелые предметы каким-то легким усилием, да? И на сегодняшний день эти процессы продолжаются. Мы изобрели автомобиль, чтобы не ходить по дорогам, мы изобрели там еще много устройств, телефоны, которые позволяют нам обеспечить связь. То есть лень – двигатель прогресса. Лень – это двигатель прогресса, это постулат. Так вот, что касается цифровизации. В моем понимании, это возможность обмена не реальными какими-то объектами вещественными, то есть бумагами, допустим, или еще какими-то вещами, а обмен какими-то закодированными в цифровом формате элементами информации. Когда, наверное, лет 10 назад я начинал работать вот в данной должности, мы сдавали отчетность раз в квартал в пенсионный фонд. И по всем сотрудникам нужно было распечатать большую пачку бумаг, прошить ее, пронумеровать, прошнуровать, скрепить, привезти в пенсионный фонд, занять очередь и где-то примерно час ждать, пока, так сказать, тебя примет специалист этого фонда, пролистает все листочки и скажет, на листочке номер 16 у вас опечатка. Вам надо это съездить и заменить. И вот этот процесс, к сожалению, был очень неприятным, трудоемким, длительным, требовалось время на это. Сейчас, имея возможность отправки всех отчетов в пенсионный фонд в цифровом виде, мне приходится тратить одну-две минуты для того, чтобы сформировать этот отчет, нажать кнопочку «Отправить», и я уже вижу, как этот процесс происходит, где находится мой документ, как его рассмотрели. То есть вот такая цифровизация, ну, я думаю, что может быть поддержана всеми. То есть не надо лишних действий, не надо много усилий, необходимо только лишь обеспечить вот такую коммуникацию. Я думаю, что все мы сейчас уже покупаем билеты на поезд, сидя дома перед компьютером. Никто не занимает очередь в кассу, и не сидит в таком, скажем, ожидании, а будет этот билет или не будет этого билета. То есть все достаточно легко и просто. Заказываем, покупаем билеты, заказываем отели, приобретаем товары. То есть в последнее время, ну, по крайней мере, я достаточно часто стал покупать товары, не пощупав их в магазине, а увидев их на экране и нажав кнопочку «Доставка». То есть, поэтому вот эта цифровизация, которая позволяет нам обмениваться данными, она, конечно, хороша. Но есть и риски. Риск связан с персональными данными, которые мы, естественно, везде и всюду отправляем. Для того, чтобы осуществить обмен этой информацией, для того, чтобы обеспечить себе эту покупку в интернет-магазине, мы вводим свои данные банковских карт, мы вводим свои, порой, даже паспортные данные. И вот эта избыточность этой информации кажется нам какой-то опасной и рискованной. Но, к сожалению, а может, к счастью, мир идет к тому, что тайны практически не остается нигде. То есть все, что мы делаем, каждый наш шаг, каждое наше перемещение в городе, оно фактически зафиксировано геолокацией, нахождением нашего смартфона и так далее, и так далее. То есть скрыть что-либо в последнее время становится практически невозможно. И это новый вызов, к которому надо в какой-то степени, наверное, привыкнуть. И надо наверняка как-то этому научиться противостоять. Есть масса мошенников, которые этим пользуются. И, имея базы, пытаются обмануть людей, звоняя им на номер телефона или посылая какие-то фейковые сообщения. Вот. Это новый вызов, это новая какая-то культура, которой надо готовиться и которой надо определенным образом уметь отражать. Спасибо. Про цифровизацию, я думаю, вы очень так, на ярких примерах показали ее именно и выгоды, и необходимость, но и риски. А вот насчет избыточности робототехники, я почему об этом спрашиваю? Помните, был мультфильм, но в нашем детстве точно двое из ларца, одинаковое с лица. И этот, как он, в Тридевятом царстве забыл, как первые это звали, Ваня, Ваня, что ли? Да, да. И он говорит, так вы что за меня и кушать будете? Они говорят, ага. То есть, вот, не заметят ли роботы, ну, нас полностью, вот, не вытеслили, как человеческий вид? Это зависит от нас, на самом деле, потому что, что мы позволим делать роботам, то они и будут делать. То есть, мы все-таки на сегодняшний день, пока творцы тех программ, которые в них закладываются. И, ну, мы, я имею в виду, человек. То есть, понятно, что большинство населения к этому никак не причастно. И они будут вынуждены принимать ситуацию, как она сложится. Но те люди, которые создают программы, которые разрабатывают эти устройства, они, в конечном итоге, все-таки могут влиять на ситуацию и могут контролировать те процессы, которые будут происходить. Вопрос в том, насколько все остальные будут понимать это. И вот как раз вопрос, с чего мы, собственно, опять же и начали. Надо изучать, не надо изучать, что изучать. Если человек будет воспринимать робота-пылесоса, робота-пылесоса, как чудо, это одна ситуация. Если он будет воспринимать эту конструкцию, как некий механизм, не наделенный душой, не наделенный разумом, а действующий по определенной программе, и будет понимать, как эта программа выстроена, и где находятся у этого пылесоса органы чувств, так скажем, там, те же датчики, которые воспринимают информацию, как работает этот алгоритм. Вот эти понимания, они, на мой взгляд, и могут быть некой защитой от возможного выхода из-под контроля этих устройств. А так ведь может оказаться, что и вся техника в доме, которая существует, если мы не понимаем, как она работает, может привести к огромным проблемам. Но все это все равно понимать не будут. Вы же сами сказали, что разработчиков не так много, а если программы начнут создавать искусственный интеллект, то есть, так они ведь могут такого насоздавать, а человек и знать не будет. То есть, все-таки вот то, что в фантастических книгах часто пишут, в фильмах показывают, вот это вот восстание машин, на ваш взгляд, это вообще реальная ситуация? Гипотетически, да. Гипотетически это возможно, потому что на самом деле создание самонастраивающихся программ и саморазвивающихся систем, это уже реальность, это уже не фантастика, это уже реальность. Вопрос именно в том, мы должны понимать, как это работает. Вот мы понимаем, допустим, мы, которые прошли советскую школу, которые изучали, так сказать, основные какие-то моменты, мы знаем, как устроен ядерный реактор. Мы знаем, что происходит в этом ядерном реакторе, каким образом генерируется электрическая энергия, которую выделяет этот реактор, что потребляется, какие есть системы защиты, то есть это, ну, своего рода информация, которую мы выучили в свое время. И, несмотря на то, что вот, чернобыльская катастрофа в свое время, так сказать, действительно очень сильно повлияла на развитие атомной электроэнергетики, но, тем не менее, она была подавлена, так сказать, эта авария, она была локализована, то есть были люди, которые это все понимали. Если мы вообще не будем понимать, как что устроено, мы можем погибнуть и от собственного смартфона. И есть примеры, когда люди гибли, забираясь в ванну со смартфоном, не понимая, что это электрическое устройство, не понимая, что такое электрический ток, и какого сопротивления той среды, в которой он может находиться, и какой будет результат от поражения электрическим током. То есть, если мы не будем это понимать, если мы не будем это знать, то нас, по сути дела, не обязательно интеллектуальная система может поработить, нас самое простое бытовое устройство может убить. И вот это печально, что сегодня об этом мало говорится. Ну вот мы с вами поговорили, предупредили. Константин, Владимир Старфеевич, у нас не так много времени. Может быть, вы посоветуете в конце передачи какую-то литературу или сайт, может быть, образовательный, который имеет смысл посмотреть тем, кто заинтересовался темой сегодняшнего нашего разговора. Посоветуйте что-нибудь. Ну, я периодически просматриваю сайт, который называется «Занимательная робототехника». Вот если набрать в поисковике словосочетание «Занимательная робототехника», вы обязательно туда попадете. Сам адрес сайта я сейчас диктовать латинскими буквами не буду, но найти его легко. Что там есть? Там есть очень большое количество информации о робототехнике, различных статей, ссылки на какие-то книги, которые можно либо купить, либо скачать.